Нарушение за нарушением выявили работники прокуратуры по итогам проверки в дошкольных учреждениях образования Пинского района. Как оказалось, далеко не все представители администрации даже знают правила приема детей в детские сады. К примеру, многие заведующие вписывали в уставы уже устаревшие нормы законодательства. В частности, например, согласно действующего законодательства, учреждения дошкольного образования обязаны знакомить законных представителей воспитанников при зачислении детей дошкольных учреждений с уставом учреждения образования. Вместе с тем, не всегда заведующие дошкольных учреждений образования район знакомят родителей с уставами учреждения образования. Кроме этого, хочу отметить, что многие уставы учреждений дошкольного образования содержат требования законодательства, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства. Другой вопрос – наличие справок, оформленных в соответствии с законом по указу Минздрава срок их действия от 6 месяцев до 1 года. Но в одной из дошкольных учреждений Пинского района ребенка приняли и вовсе без медицинского документа о состоянии здоровья. Кроме этого, был установлен факт, что некоторые учреждения образования принимаются несовершеннолетние без права к состоянию здоровья. Также, согласно действующему законодательству, одним из оснований для принятия несовершеннолетних учреждений дошкольного образования является направление, выданное отделом образования, спорта и туризма Пинского райисполкома. Однако на районе распространены случаи, когда принимаются дети без данного направления. Это является основанием для предоставления приказа о приеме воспитанников учреждений дошкольного образования. Еще в нескольких учреждениях образования не соблюдали правила безопасности. Например, дети играли с грязными и пыльными игрушками. А в Пинковичском детском саду под устройством для очистки обуви были дыры в асфальте, что могло стать причиной травмирования детей. Продолжение следует...